Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вторая книга по Ролюпоменон, 29 глава, с 30 по 36 стих. И сказал царь языке и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Ассафа Прозорливца. И они славили с радостью и преклонялись и поклонялись. И продолжал языке и сказал, теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в Дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения и всякий, кто расположен был сердцем всесожжения. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся 70 валов, 100 олонов, 200 ангцев. Все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья и их левиты до окончания дела, и доколе осветились прочие священники. Ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжении было множество стуками мирных жертв с возлиянием всесожжения. Так восстановлено служение в Доме Господнем, и радовался языке, и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Я остановлюсь только на одном слове «ожидать», «неожиданно ждать». Мы часто употребляем эти слова. Я беру из священного писания, его категории мы будем мыслить. Какое это слово? Положительное или нет? Где его можно употреблять? Согласно Слову Божьему. Чего ожидаете? И здесь они не ожидали. Так неожиданно явилось. Люди отступили от Бога, многого не знают. Скудость такая, друг, столько валов, столько баранов привезли. Это было неожиданно. Вот это неожиданное, допустим, отдали храмы. Это случилось, перед самой перестройкой началась. Никто не ожидал этого. Все эти годы, 72 года, советская власть убивала буквально. Храмы разрушали, колокола летели. Ну, ничего нигде нету. И вдруг все переменилось. Ну, те, которые меняли, они-то ничего не знают. А мы это ждали. Мы молились и ждали. Мне это слово очень хорошо известно. Вот ребенок рождается в семье. А до него уже там было убито в семье, в отчеве, матери, уже несколько. И он родился, и теперь не такой, какой бы они хотели. Но они-то какие. И ребенок это в лагере у меня. Я в начале детского лагеря 45 лет директором его. Плюс три года в ином формате называю. Я ребенку говорю, ты говоришь, тебя не ждали. Да, он плачет, он никому не нужен. Я говорю, мы ждали тебя, и Господь ждал. Ты посмотри, как двери устроены. Пошевелила, она закрылась, комары не летят. Ну, что ребенку можно понять? Ты посмотри, как стекло. И оно не растворяется в воде. И свет проникает. Он такими глазенками смотрит. Это все изобретатели ждали тебя, когда ты придешь. Я гляжу, у него прямо совершенно другие глаза делаются. Мы должны увидеть, как Бог нас ждал. Еще в раю, когда человек согрешил, Господь сказал, Он будет жалить тебя в пету, а ты поражать его семя дьявольское, змеиное, будешь в голову. И ждали этого не два дня, не восемь лет. Пять тысяч пятьсот восемь лет. Это вообразить даже сегодня нельзя. И, наконец, от преснодевы, прелепорочной Марии, рождается Христос. Это от сотворения Адама. Считаю, что они только несколько дней были в раю. И до дня рождения. И все время ждали. Ожидание это было практически во всех народах. В сказках выражалось, что вдруг какой-то змей проглотил солнце. Богатыр разрубил змея у северных народов. Солнце вышло, когда у них бывает длинная ночь. В разных видах. Мы сейчас посмотрим, откроем 25 мест священного писания и научимся мыслить этими категориями. И неожиданно было, неожиданно для всего Израиля. Вы вспомните, к нам приезжали люди из библейского сибирского общества. И они сказали, что делают сейчас перевод для горноалтайцев. Там какое у них другое название есть. И мы расположились к этому. И он уже второй раз приехал и говорит, а у него до Дальнего Востока, Всюсибирь, помогает. Вы у меня, говорит, как меценаты, или как сказать, вышли на первое место. А кого считать-то? Пенсионеры. Знаете, как радостно это было слышать. Вот я отношу себя к этому стиху. Это Господь через Слово Божие тронул нас. Ведь мы, когда вперед-то смотрим, согласно опыту своего и другого. Ну, если человека взяли, ну, подожди. А дальше человек ждет, что я вдруг раскрыл из моего дела. Насчитал 50 книг почти. Пленки, тонн студии. Ну, огромные деньги отданы. Один магнитопон 320 рублей стоит, а заработок 72 рубля. И у меня 12 они в ряд стоят, одной кнопкой снимаются. Как арестовали, у меня руки опустились. Батюшка как-то сказал, хорошо, что брата посадили, а то в молитве негде было. Я сказал, помощи никакой нет. И Господь давал таких помощников, когда сегодня рассказывают, известно по интернету, да этого не может быть. Ну, вот со мной так Бог поступил. Представьте, меня арестуют под санкцией МГБ, Московской КГБ. А эти какой-то знак делают, и когда там в лагере убивали людей, меня идите в красный уголок, меня пальцем не тронули. Я недавно им выразил благодарность, сходил в СБ. Ну, они сохранили меня в этом. Почему? Неожиданно это явилось так. И когда мы начинаем рассуждать, ну, а как же тогда, мы же должны прощать друг друга. Нет, не всегда. И вот апостол Павел идет проповедовать с Варнавой. А у Варнавы племянник Марк. Не пишется в Библии, почему он отстал от них дорогой. По маме соскучился или что-то. Когда пришли, они рассказали, как их встречали люди, сколько обратилось людей к Господу. И он насобирался. Павел говорит, куда? Остановил его. У лидера, а Павел есть лидер, шесть сказок должно быть. Я говорил уже не раз об этом. Первое воображение, знание, умение, решительность, беспощадность и привлекательность. Ну, беспощадность, как так христианам не относятся. А Павел был беспощаден. Он сказал, нет, с нами не пойдешь. А куда я? А Варнавин племянник, он берется. Ну, мы пошли в том направлении. И теперь, как Златоуст говорит, хорошо, что не два светильника в одном месте. А Павел избрал силу и пошли они. Загорелись огни, проповеди в разных местах. Мы многое видим в Библии, все случалось неожиданное. События складываются так вот сегодня, кажется, все, уже все кончается. Кто бы думал об этом, что Наполеон войдет в Москву и вернется все наобратно, а он где-то на острове будет погибать. Что здесь, в этой войне, буквально, бинокль рассматривали башни, великая, там, как называется, башня? Кремля. Кремля. Купола смотрели, уже видно было их. Ну, расстояние ближе к 20-х же 100 километров уже было. Никто не ожидал, и вдруг мороз, и вдруг из Сибири помощь, и все, завертелось в обратном направлении и пошел. Поэтому никогда не отчаивайтесь. Мы ожидаем это с верой в Бога. Бог наш силен. И вот тут было покоряйтесь языки, а ко с нами Бог, когда мы были на каноне Андрея Критском. Мы сейчас посмотрим в Священном Писании, как это слово освящает нам Святая Библия. Книга Ниемия, 9.30. Я беру Ветхий и Новый Завет. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали. И ты предал их в руки иноземных народов. Если что, считаем Писание, а его нужно ежедневно считать, и ты видишь, все разваливается. Ну, кто это думал, что мы до такого времени доживем и здесь будем? А передать им-то уже два года, как все везде было, это Бог делает. Покоряйтесь языки. И сколько дивного Бог совершает с нами ежедневно. Тут не ожидали люди. А если Бог сказал, не слушают, будет так, как Бог сказал. Книга Иова, 30.26. Многострадальный Иов. Что интересно, царь Николай родился на день этого Иова многострадального, и он знал, что так и будет. И когда однажды на одном каком-то параде было, не досмотрели, пушка заряжена была ядром, и прямо в сторону царя выстрелило. А он сказал, нет, я должен, и показал на это. Он верующий был. И это многострадальный Иов, в честь кого названы, был он другого, там, видимо, несколько имен было, а он это всю жизнь помнил. Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Как у нас часто такое бывает. Ожидали света. И на самый день, когда у нас великий праздник, вот мы говорим, у нас святого Анфима Некомедийского в Потеряевке. И вот эта история с женщиной, которая ребенка несла, это на этот день. В это время было сильное гонение. 302 год. Это уже совсем недалеко, в 13-м году уже все пойдет по-другому. Перестройка начнется. И в это время дается указание, чтобы все приносили жертвы Идольские и в честь императора. Заходит, куда человек, как сейчас, без чего-то ты не воздешь, не купишь. А тогда везде жертвы у них стоят. Мясо положи, докажи лояльность, господинство на устрою. И христиане это узнали. И их было в храме, я не представляю этот храм, это стадион какой-то, 20 тысяч. Ну, 16 сентября, житие святого Анфима Некомедийского. И вот идет там сколько, я не знаю, батальон какой-то или сколько. И видит женщину, дверь не закрыла, ребенка в руках. И он говорит, остановите, ты куда бежишь? Дверь не закрыла. У нас храм здесь. Я в храм молиться. А вы знаете, что сегодня мы будем сжигать людей, кто не принесет? Я знаю, я тороплюсь, чтобы вместе со всеми быть. А ребенка зачем? Я тоже хочу, чтобы она на небе была со мною. Вот теперь возьмите этот пример. И те, которые ожидали, что будет христианство забытой религией, как Волькер говорил, не получилось. В римском пантеоне, так говорят исследователи, было около 500 божеств тех малых, великих народов, которые побеждал Рим. И тогда можно было, видимо, так уже Господь располагал. Все могли молиться своим богам, но приносить жертву в честь императора. Христианам предлагался такой же вариант. 500 божеств. Толерантность какая была. А христиане, выходя на арену, поднимали один перст и кричали, «Кристос Рыгна! Христос царствует!» А ваши идолы – это все бесы. Апостол Павел, принося жертву идолам, приносят бесам. И все 500 религий объявили войну христианству. Нигде ничего не осталось. Они надеялись. А надежда, написанная, не подстрижает. Мы верим и ожидаем от Бога милости. Вот сейчас такая сложная обстановка, весь мир как бы на нас. Немало не смущайтесь, только молитесь. А за кого? За истину Господнюю. Нигде не выступайте. Я очень прошу. Сегодня такие санкции накладывают на человека. Не верят. Многое не так. Ты что, знаешь, вот это скажи. Вот сегодня мы можем всему миру представить. Надейтесь на Бога. А дальше, как будет, только Бог знает. У Бога, прости за выражение, своя режиссура. Он уже знает, всему надлежит быть. И так и будет. По сегодняшний день. В псалмах встречаются семь раз ожидания. Псалом 38,8. Это Давид, песнопение. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на тебя. Вот и все. Все говорит о том, что свет погаснет. Ожидали свет, и его, говорит, наступила тьма. Стали закрывать школы, храмы. Ну, чего только не было. И вдруг все позади. В один день отменяется это. Считаем, в Москве свободно. И не надо ничего этого делать. Официально это все принято. А что будет дальше? Будет то, что Господь сказал. Немало не сомневайтесь. Мы ожидаем от Бога. Бог самый сильный. Да вас сколько? Большинство там, где Господь. Запомните такое выражение. С нами Господь Бог. И мы будем надеяться на Него. Давид надеялся. Приджа Соломона, 10,28. Ожидание праведников радость. А надежда нечестивых погибнет. Радость, а надежда нечестивых погибнет. Знаете, как вот юноша полюбил девицу. Ну и что? Ну, официально есть такое правило, что познакомься с родителями. То полюбил-то двоюродный брат. А один отец, а две матери это было. Я говорю про семейство Давида. И вот он лежит, стонет. Пришел Давид. Что тебе надо? Да я ничего не хочу. Вот пусть она зайдет, называет сестру. Сделает лепешки. Я поем, аппетит будет. Да если есть хочешь, какая тебе разница, кто готовит? А когда она пришла одна, он сделал насилие. И вы знаете, чем эта история закончилась? Конечно, он удовлетворенный был. И все. И он ее прогнал вон. Она говорит, это зло еще больше того, что ты сделал. А потом ее родной брат его зарежет на пиршестве. Ну и что? Надеялся на это? Нет? Было у него это, что он будет ждать? Не ждал. Сообщили, что всех порезали. Я напоминаю события, которые в Библии показывали, что ждал тот. Вот у меня работники, я набрал их, они помогают, он ей все хорошо. А в это время от Давида приходят, и у тебя праздник, ты что-нибудь дай. Нас там много. И он что, он брякнул? Да много царя бегать? Всех накормишь? Что другое это? Навал. Навальный, может быть, тут и фамилия. И дальше, когда утром-то сказала ему жена, он его сразу паралища разбил. Он не ожидал этого никак. Надежды у него не было. Ждал он одного. Богатство увеличивается. А получилось, лишается самой жизни. Те, которые смуты наводят, такие, как Авестолом на царя. О, какой царь. У него каждый год снимали, когда волосы там. Я цифру так не мог найти. Но, видимо, особый был вес. Кудри какие. И во время, когда пришлось отступать, в волосах запутался в дуб и повис. Зато он, говорит, чем грешил, думая надеть корону царя, тем и... Давид как не наказывал-то? Говорил, только не трожьте Авестолома, не трожьте. Я бы ему три стрелы пустили в сердце. Ждал он это или нет? Нет, конечно. А почему так получилось? Потому что он нарушил одну из заповедей. Чти отца и мать. Проклят, кто поносит. А он понял голос. Он набрал войско, пошел за ним. Бог разрушил все планы. Прислушивайтесь, что с нам говорит Господь. Надежда моя на Бога. Итак, Исайя 5.2. Мы посмотрим пророков, апостолов. Как научиться ждать? Ждать, ожидать. Ожидание это все одно. И он обнес его оградуя и очистил его от камней. И насадил в нем отборные виноградные лозы. И построил башню посреди его. И выкопал в нем точила. И ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес дикие ягоды. Эта речь идет об Израиле. А мы давайте себе посмотрим. Не жалуйтесь на здоровье никогда. Не надо каждый день градусник толкать под мышки. Ты посмотри, сколько тебе Бог дал. И одежду, и квартиры почти. Я не знаю, у кого наших нет. Благодари каждый день. Не только Господи помилуй. А поднимайся на второй этаж. Благодарение. Да зайди и на третье. Слабословие Господу. И поэтому Бог говорит, обнесся оградой. То есть такую безопасность. Смотрите, сколько у нас тут. Рядом соседку зарезали. Соседку. Здесь, прям в ограде, убили человека. Приходит милиция, меня расспрашивает. Я говорю, я не выхожу на улицу. Я не знаю. Ну, они зашли в ограду. Ну, вы знали? Знал соседка, вот она, соседка. Он пошел за хлебом, приходит, зарезанный лежит. Там 700... Ну, поймали, а он тут же был где-то. Итак, мы надеемся на Бога. Мы ожидаем от Него милости. Он обнес нас оградой. Милости Своей. Ангел-хранитель с тобою. Если ангела хранять, я не раз об этом рассказывал. Как меня готовились убить, когда на корабле был. Все уже было готово. Жена капитана зашла в это время вешать белье. И все расстроила. И когда я уезжал, убийца сознался. А за что? Не за что, потому что верующий. Поэтому ангел-хранитель. Я в это время, там, в городе, он вернулся из закрещения. Латыш один пришел. А где этот молодой братик у вас был? Он говорит, да где-то в море. Душа болит. Давайте молись. Я когда свел, и в тот момент, когда они пришли убивать, он пришел к ним, встали на колени. Поэтому имейте много друзей, которые молятся за вас. Что-то сообщили у батюшки, там температура. Не забывайте, родным, близким скажите, кто верующий. Без батюшки нам будет тоскливо и плохо. По крайней мере, не так, как сейчас. Такого батюшки мы вряд ли когда найдем. И Господь нас заранее предупреждает. Он заболел. Какое наше отношение к нему? Исайя 59.11 Как пророки нас предупреждают об этом. Мы получили милости и конца краю нет. Где живем, где молимся, в каком месте. Вот здесь, это место я бы не получил. 11 лет шел в суд, когда я был реабилитирован. И вдруг на мою сторону становится судья Жен-Дорожного района Лир Иванович. Он меня за руку вот такой держит. И пошли по всем, где ГТРК, узнать, сколько стоит один час того, что я делал. И тогда вышла сумма 11 миллиардов. И так как он, я не знаю, с чем связано, его машиной задавили. Это я говорю такое. Вдруг близкие знакомства с прокурором края. Через него пошло. Мэр города, прямо близкий, приезжает не один раз. Вы вспомните, как мы учились, как ректор к нам относился. Он зашел, поцеловал, я преклоняюсь, и еще только не сказал. Это что, Бог оградил нас. Бог посылает людей, и я молюсь за них, за всех, кто уже умер. Это делает Господь. Вот заранее начни это складывать, не получится. Вы слышали, такой был, знаете, адвокат, он ректор Мельтотен. Он встал на мою защиту. Я даже не знал это. Первый секретарь этого центрального района, КПРФ, она там была, Ремнева, Назира Степановна. Она, давай. Начальник юстиции, процентка, генерал-лейтенант, стал он. За меня везде давай писать. И все повернулось по-другому. Как воздать это, Господи, это Ты так сделал? Люди, которые не нашего круга, знать нас не знают, и они прямо вставили на защиту. Руки, ноги, говорят, не вставишь на место. Ну, давайте закончим. Я узнал этот разговор. Брат тут стоит, сколько он помогал в этом вопросе. Итак, дивен Господь. Плащ Еремеи 3, 26. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Вот мы и ожидаем всегда. У нас были больные, разные люди, которые даже ушли, никакой беды они нам не сделали. Мы помним и молимся. Это Господь делает. Мы видим, как поступали люди, когда беды со всех сторон окружали их. И надежда восставляла людей, которые за них, которые из плена вывели. Агей 1, 9. Ожидайте многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Савову. За мой дом, который в запустении. Тогда, как вы вяжете каждый к своему дому. Дом, это молитва, храм. Не пренебрегайте. Да я не Бог на работе. Ты слышал сейчас что? Это прямо говорит, дом мой Господь говорит. И златоусты говорят, ты не пришел, а мы как листики. Ты не просто не прикрыл наготу отца, а ты раскрыл наготу матери. Сколько нас здесь? А многие, которые могли бы прийти, они уже раз не пришли, другой раз к себе. Мы просто говорим к примеру, к себе это возьмите, и о них помолитесь. Потому что здесь мы получаем то, что нигде в мире больше нет. В такой свободе мы живем. Больше половины службы идет на русском языке. Все это понятно. Матфея 11.3. Я объясняю слово ждать. Сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Вот вопрос. То есть непонятно, Христос в преисподнюю сойдет или не сойдет, выведет или не выведет. Так Божий на филах толкует ремень обуви от мертвого животного. И так он не понимал смерть. Что за смертью Христа последует? Кого нам ожидать? Мы его даже не знали некоторые и не ожидали. А он нас избрал. Не вы меня, говорит, избрали, я вас избрал. 24.46.50 24. Блажен раб тот, которого господин его, приедя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет сердце моим, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба твоего в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. То есть неожиданность явления. А в чем заключается? Попал в аварию, для тебя мир закончился. Просто умер. Да мало ли что бывает. В жилом доме бывает обрушение. И когда не ожидает. Мы должны все время быть на страже. Есть такое выражение, алармовое состояние, тревожное. Я ложусь, и в молитвах, как сказано, тем не, гроб придлежит, смерть предстоит. Сон и смерть идут через накраинство. Друг наш лазой уснул. А речь шла о смерти. Итак, встань, спящий, воскресни из мертвых. Настрой себя на это. И видишь, когда человек, особенно из близкого круга, вы знаете, скажите, а если мы умрем сегодня, как? Я был знаком близко с епископом одним. Я говорю, а как он умер? Ну, он намного моложе меня был. Да в то время ему не было, 35 лет, наверное. И он, говорит, сидел и вдруг так плохо стало. Он соскочил, и где крест был, Господи, прости, только сказал, он сразу умер. Вот как бывает. Мы не знаем, когда последний раз вдохнем, уже не выдохнем. Поэтому, уходя, прощайтесь навсегда. Простите. Если в доме где-то, а живем-то, как мы привыкли, свой уголок. У меня самое дорогое – это кровать. Я понимаю, после труда всего ляжешь. Никто тебе не мешает. Никто тебя не выгоняет. А когда будут недруги здесь, другие люди, ничего этого не будет. И сегодня, благодарите Бога за это изобилие, когда придет скудность, когда ничего этого не будет. Лука, 6.35. Я говорю о слове «ждать». Научиться надо ждать спасителя мира, когда он придет. Мы ждем его со дня на день. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным, и злым. Ну, отдал взаймы, и теперь каждый день спрашивает, а когда отдашь? Ну, если мы-то свои знаем, так об этом. Ты думай, отдал – это навсегда. А если вернет – нашел. И здесь об этом говорится. Господь нам дает слово, богатый русский язык. Вот мы говорим «Господь, Господин», а в тех языках нет. А в немецком «гэр» – значит «гэр» стоит «лорд», «лорд» по-английски. Одно слово. У них нету «чело» и «лоп» – нету. А одно слово. И не только это, но вот тебя ожидать, ждать. У них этого нет. Я думаю, что разница есть. Какая-то есть. Ожидать – это то, что дали. А жду, я жду, на остановке стою. Я ожидаю ее. Ожидаю, то есть уже давно. Вот какой-то такой нюанс есть. И поэтому мы, научились, должны ждать Господа. Перед ней будет Антихрист. А в нем меньше всего. А то только Антихрист, Антихрист. Да, он будет три с половиной года. Будет царствовать. К этому подошло все вплотную. Я в интернете, грешный, сижу много. И выступают разные сектанты. И все больше вижу, говорят, больше половины правильно. И говорят о масонах, и как все захватывают, и как будет. Ну, прямо никогда раньше этого не было. Видимо, подготавливается что-то, что... Потом такие ярые были сектанты. Совершенно мыслят по-другому. Везде крестили, опрокидывают человека вот так вот. А прямо мы крестимся в смерть. Христос умер прибитый. Вот так, так крестится. Ноги опускает. И вдруг, сейчас сектанты, гляжу, крестят некоторые прямо вертикально. Откуда? От нас ли они взяли? То есть перед самым концом будет какое-то пробуждение. Это... Мы не знаем, как это будет. Но мы должны ожидать Господа. И Он предупредил, чтобы мы не пьянствовали, со слугами не расправлялись, кто помогает. Все ценили, что у нас есть. И несли благую весть людям. Сегодня буквально засыпают вопросами. А какое ваше отношение вот то, что сейчас там есть русские с русскими? Мне пришлось даже два ролика выставить на эту тему. И сразу заглохли. Как? Не знаем мы ничего. Написано молиться за солей начальствующих. Мы понимаем и той страны, и этой страны. Мы один народ. Это дьявол насмеялся над нами. Поскорбите о тех, которые там и которые здесь. Сегодня объявили. Тех, которые отсюда в течение месяца. 1300 человек официально погибло. Но это уже свои туда. Она каждый день там передает генерал-майор. Сводки дает. Это никакой не поэк, ничего. На 100%. А те говорят там 15 тысяч. Никому не верьте. Свои про своих не будут лишнее говорить. И что? Сдрогнем. Это было бы здесь. Как бы мы повели? Сегодня только передали. 3 миллиона 600, кажется, тысяч иммигрантов, которые с этой страны ушли в другие места. А им там уговаривают, принимай, вы на короткое время, будет лучше, вернетесь домой. Зачем вам это? И меня с разных стран, стран спрашивают, как. Я что могу сказать? Могу сказать только, приготовьтесь к встрече Господа, и вы остались живы. У меня ребенка убили. Что сделаешь? Он мог и не родиться. Успокойся на этом. Наш Господь через Святую Библию нам сегодня многое говорит. Но учитесь ждать. Я попутно беру кое-какие события мирового порядка. Повторяю, Бородинского сражения не было бы. Погибло так много людей. А Кутузов, Михаил Орелович говорил, как бы не его царское величество, не надо это. Они бы так померли все. Ну, наше дело отсидеться и ждать. Это я беру к этому слову. Но теперь видят, что он прав был. Не надо торопить события. Если это должно быть, оно будет обязательно. Надо научиться ждать. Лука 21-26. Ждать. Люди будут издыхать от страха и ожидания бесты и грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются. Ожидание. Мы знаем, что будет. Глад моря землетрясения. От царства на царство. Народ на народ. Будьте мужественны. Нигде не покажите, что вам страшно. Скажите, это сказал наш любящий Бог. И он говорит, ради избранных дни сократятся те. Это не вечно будет. И он силой нас наделяет. И не только наделяет, но чтобы мы делились другими людьми. Люди-то, большей счастью-то, умирают на нервной расстройстве. И что там с ними? Скажите, надейтесь на Бога. Бог как-то сделает. Даже удивляются. Сейчас обмен начался пленными. Мэра города одного там арестовали. Он за 10 русских, которые здесь обменяли. Это молитвы, считай, идут. Выступают священники, кто-то как-то. Никому не присоединяйтесь. Мы знаем истину. Нам Господь сказал, молите за царей и начальствующих. Царей – это руководители государства. И начальствующие – это многие отрекаются от патриарха Кирилла, Литва полностью, там, эта страна, где война идет. А мы как молились, так и будем молиться. И молимся мы не почему-то по повелению Божию. Я вот каждый день молюсь за Папу Франциска и Венедикта, которого убрали. Ни дня не было, чтобы я не молился. Душа побуждает к этому. Я никого не принуждаю, даже не зову. Почему? Ради мира в душе. Ради покоя. 2 Петра 3.12.14 Смотрите, какое разнообразие слова «ждать». Ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидаясь и упочтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Ожидая то, явиться непорочными и неоскверненными. Тебя что-то смущало когда-то было? Забудь обо всем. Помолись и дальше не прикасайся никогда к этому. Посмотри вокруг. Друг, порадуйся восходу и заходу. Что тебя окружает? Ожидая пришествия Господа, чтобы нам явиться во всем величии святости, которую Он нас наградил. Сейчас пост идет, приготовьтесь, причаститесь. Мы не знаем, что будет завтра буквально. Господь милует нас. Иуда 1.21. Святой апостол Иуда. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Вас будут спрашивать, страна там какой-то страдает, ответьте вот этими словами. Ожидая милости от Господа. И никто не будет посыжен. Просто дома несколько раз повторите. Я вот сегодня вышел, а не видно там, вода сейчас растаялась. И все, я пошел по воду, я как грохнулся тут на асфальте. Ведра улетели. Вот и все, пощупал, рука вроде бы на месте, даже ведро не расколотил. То иду по дороге, а там гляжу, чтобы под машину не попасть. А там чистая дорога-то. Идите с дорогой, будьте очень аккуратны. А вот сразу застыл, его даже не видно, что застывший лед. Вот и все, и кончилось. Итак, Римлянам 8.19. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Откровения. Это какие мы откроемся, какие мы будем. Этого не будет. Мне сегодня говорит один, а почему верующий, я уже замечаю, к старости они как-то, даже и не видно, что старость где-то. А я привожу пример Паустовского, писателя Константин Константиновича. А сын говорит, папа, почему я гляжу, ты все стареешь и стареешь, а мама как будто молодеет и молодеет. Мама ожидает встречи со Христом, сынок. А у меня ничего нет, веры нет, я жду только могилы. Вот ответ. Умного человека, писателя прошлого столетия, надейтесь на Бога, родным, близким, дочерям, сыновьям это накажите. Будет день, когда вы пожалеете, что не примирились с Богом. Тебе не надо работу менять, там же не табаку вырабатываете. Но ты не будешь никого обманывать. Ты не будешь стоять слушать нехорошие слова. Не бойтесь говорить своим, чем чаще, тем лучше. Римлянам 8, 23, нет, ну да, 23-25. Римлянам. Странные очень слова тут прочитаем. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, как видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Речь идет о том, что и скотина мучается, и она ждет искупления, когда от тления будет освобождена. Бог их покорил. Она во всяком комбинате, когда работает, и говорит, корова плащет, слезы прямо текут. Я сам не видел, но, видимо, так и есть. Она чувствует, Слово Божие говорит, и скот что-то чувствует. И вдруг всего этого, в раю этого не будет ничего. Как-то все вернется в райское состояние. Первое к коринфянам. Виноват. Вот это, это первое к коринфянам, вроде цифра стоит перед ним. Да, 1,7,10. 1,7,10. Вот, писатель, писатель, ты не заметил даже все это, глаза не видят. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Приготовиться к встрече Господа. Не спорьте. Когда начинаешь говорить, ну только сказал сразу в ответ, что ты говоришь. Сколько раз говорю. Невоздержны бывают, особенно женщины. Ну сказали, ну хотя бы там минут 10 подумаешь, что сказали, как. А надо думать-то не 10 минут, а больше. Почему должен сразу самооправдание? Потому что не было отречения от самого себя. Чуть только заметили, что нас тронули, и уже я не такой, ну не такую награду получу за то, что тебя так... Золотолус говорит, не сходится то, что сказали. Поцелуй его за намерение. Он хотел ради добра сделать тебе это. И дальше. Филиппийцам. 3.20. Еще три места. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Мы ожидаем его оттуда. Когда меня судили, один священник, прямо во время, когда суд шел и говорит, что Лапкин ожидает пришествия Мессии с Запада. Я говорю, отец Михаил, нет, я ожидаю на небесах, грядущих всем сказал. Да, я не говорил это о суде, я говорю, тут написано где-то. Я из-за решетки шагнул, тогда открыто было где-то. Батюшка, благослови. Так они до того потом удивлялись, тут оттащили эту капитру, которую дают. Тут и Бог так сделал, что теперь я легко могу молиться. Да, ну и говорил, может быть неправильно записали, но говорит, ваша подпись стоит. Мы ожидаем его с неба. Удивительно. Люди, когда ожидают кого хотят, начальство выходит на дорогу там, где приготовляется. А наш Господь говорит, себя приготовь, ты храм Бога живого. Придем с отцом, селимся и сотворим. Великое дело, вы дети мои. Мы так привыкли, отец небесный. А мусульман этого нету. Эта книга-то Балтис, она пишет, я осмелюсь назвать его отцом, кажется, жена министра. И как за ней гонялись, и кто обращался, и всех сразу убивали, свои же в мирное время. И как она бежала из страны своей. Считаешь, какие мы счастливые. Мы смотрели, как казнят христиан в современном мире. Сейчас патриарх Кирилл об этом выступал. Я чуть ли не 50 человек в неделю, что ли, как показывают на крестах, распинают, подписывают их. Но я показывал все. Это реальность. С сегодняшнего дня, как плащут люди, какие женщины, дети. И прям молоденькие совсем. 28 арестовали, и одновременно всех колят они. И море красное показывается. Мы их не знаем, мы их канонизировали. Мы благодарим Бога, что нам Бог дал. Евреям 9, 28. Так и Христос. Однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, но для ожидающих его воспасения. Мы ожидаем его воспасения. Надо приготовиться. А мы не такие. Для этого существует и храм Божий, церковь, покаяние, причащение. Вы пользуйтесь моментом. Вот у нас брат Владимир тут отпечатывает, много материалов лежит. Это не книга. Да, это целыми днями сидит здесь. И посмотрите, сколько уже все сделано. А раздавайте. Мы не знаем от кого, что, где обратиться. Я вот каждый день это все вижу, новые люди приходят. Но это так Господь дает. Это уже, как сегодня люди смотрят, это просто необычайно. Даже православных нас не признают. Да вы на русском, да знаете, все-таки мы знаем все-то. Дома мы ожидаем пришествия нашего Господа, чтобы новые люди познали Иисуса. И римлянам 10, 27, 11. Нет, ну да, 10, 27. Десятый нет, 27 стиха. Может быть, ответ неправильно сказал. Так все написано. Войту еще стоит 10, 27. Да, 10, 27. Вопрос от учета 11. Это не евреям? А вот это нет. Это я Исааки сейчас скажу и все. Вот это вот. Ну, если нет, то и ладно. Так, ну сейчас посмотрим еще. Я, вроде, смотрел, закладку там положил. Я слово ожидания... Евреям 27, евреям 10, 27. Ага. Евреям 10, 27. Да, да, да. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожирать противника. Это те, которые люди отступают от Бога, у них нет надежды. А ожидание только огня готового пожирать противника. Ну, вот смотрите, что сегодня делают? Экстракорпоральное, как называют, оплодотворение там делают. И церковь не одобрила патриархия эту. Не одобрила. И поэтому нет детей. Благодари Богу, что нет. Не просто так, а благодари. Дал Бог. Радуйся. Потому что мы не знаем, кто будет расти. У Бога все это вымерено. Зачем тебя... Господь не дал. Ну, не дал рост. И мне вот я такой, братья все выше меня ростом. И что теперь буду делать? Милость Божия, что мы знаем это слово ожидание. Мы родились для того, чтобы прославить Господа на этой земле. Чтобы предупредить людей о скором его пришествии. Чтобы мы приготовились. Этот сосуд храм. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо.